Выборы только начинаются. Я с Теорием Анатольевичем абсолютно согласен, что основные нарушения впереди. Но вот если спросить людей, вот мы зачем власть выбираем, наверняка каждый скажет, что мы выбираем для того, чтобы власть занималась благополучием людей. Увеличивала доходы, увеличивала возможность нормально жить, работать. Такому идеальному сенсу. Совершенно верно. А за 5 лет после выборов что произошло? Произошло все по-другому. Тарифы поднялись на квартиру, на тепло, в 10 раз. Заработная плата конкретно в Киеве сейчас на 100 долларов меньше, чем она была, например, в 2013 году. То есть вот первое нарушение, которое, ну я так немного шире хочу сказать, которое есть, это то, что власть, сидя на выборы, обещает, а потом придя, это все не выполняет. И у нее остается какой вариант? Конечно, идти на нарушение. Зачем? Чтобы не менять ту политику, которая есть. Я еще вот в развитии, о чем мы говорим, хочу акцентировать внимание на ситуации с проблемой санитарных норм. Вот смотрите, ни на центральном уровне, ни на местном уровне на сегодняшний день не стоит вопрос о том, чтобы выделить ассигнование центральной избирательной комиссии, чтобы системно организовать работу по профилактике заболеваемости на избирательных участках, чтобы люди, которые приходили, не боялись. Я скажу, что не просто с поваги, но мы приняли положение, мы приняли какие-то законы, какие-то предмочали идти. То есть вы предмочаете, что много кто не прийдет на выборы через... Часть избирателей могут не пойти на выборы, а власти это выгодно. Понимаете? Чем меньше явка, тем больше вариантов для злоупотребления. Поэтому вот это второе нарушение, которое я вижу на самом деле. Оппозиционная партия, естественно... Почему же будет такая технология?